привет ребята это исследователь неожиданно образовался новый ролик цензура несправедливая вар подготовки всех подобных движениях это псевдо революционеры они даже не читали на самом деле определение со слова революция либо они его трактуют по-своему в общем это и есть тот провал про который я последнее время говорю я конечно о нем знаю рыпаться тут бесполезно люди хотят сделать очередные ошибки ничего не поделаешь мешать помогать я им просто не буду потому что это я считаю и невозможно практически каждый сам по себе на самом деле двигается куда попало хаотически так но я повторю что такое революция это резкий скачок развития общества к лучшему здесь применительно к стране это имеется ввиду деградацию как бы остановить и начать догонять но как я понимаю например европу не надо вспоминать вспоминать другие страны ну какой-нибудь вроде филляндии швеции их догонять на сегодня считает практически недостижимо очень сильно сильное падение произошло поэтому по моему мнению надо просто полностью реквизировать государство и уже совершенно новые противоположные строй создавать тому что было то есть план действий такой все противоположного было монополия вертикали вот все против элементарные действия они должны как-то подействовать но все эти революционеры псевдо революционеры они просто переворотчики они как бы план действий не составляют ну есть вот этот примитивный план плохого царя снесем хорошего посадим это естественно ситуацию не изменит только и ухудшит ведут себя они отвратительно если люди с нормальной критикой и приходят к ним они просто затыкают им рот для начала но если долго будешь лезть просто и забьют и убьют тебя так же как и это бандитское государство никаким вредом вредом как бы я не занимаюсь потому что но каким я вредом могу заниматься никаким критику она очень простая конструктивная то что не нужно чтобы в структурах были лидеры на которых все завязано из которых вся организация как бы встает неконтролируемые структуры полностью такие заменяемые как бы лидер должны быть и более эффективные меняться неэффективные на более эффективных как у меня произошло с подготовкой я смотрел несколько лет и думал что вода организация это сообщество но революционная но я не взаимодействовал с ними то есть тебе же понадобится не то что кто-то сделает как бы убежал и кто-то сделал что-то поправила тебе понадобится как-то взаимодействовать есть какие-то бытовые проблемы на первом доме квартплата слишком большая и ты опять потом после того как типа как будто наладится ты же пойдешь взаимодействовать и то есть просить по сути все останется по старому ты будешь бегать просить у начальника снизить тебе квартплата то есть ничего не изменится и тут в конце 2016 года я решил повзаимодействовать программу почитал решил ее доработать и это никому не нужно не вар подготовки не в любых других псевдо революционных организаций которые появляются и будут появляться потому что это покажет их истинное лицо то что у них нет никакого плана просто единственный план сменить плохого царя на хорошего и практически продолжать этот развал которого жалуются они путин разваливают они так и будут разваливать дальше страну поэтому им не нужно никакое взаимодействие имели с людьми и чуть что они цепляются за что это человек контроляционер враг тролль что там пишут роли я вот читал где на на навальном по-моему есть они заходят говорят ну какие-то общие такие стандартные фразы ну что там не знаю говно навальный говно если я говорю что за деньги прощать бандитов и это плохой пункт программы как это похоже на какого-то контрреволюцию действительно пункт совершенно не рабочий ну и так далее не буду долго говорить но это что бы ты ни сказал вежливо как угодно те послу пошлют в жопу врежут в морду а потом расстреляют это и есть все движения вот эти псевдо революционные они они контрреволюционеры на самом деле это уже многие люди поняли здесь вы видите маленький чат как я сказал пускай делают что хотят это что же надо силы тратить я сидел можно было зайти что-то ругать зайти под другими ящиками этих ящиков можно 10 штук но какая-то цель должна быть у меня действительно вот этим нанятым чувакам и платят деньги что-то еще ли не платят деньги мне нет смысла не мешать не помогать им вот сейчас вот нету смысла никакого мне есть смысл альтернативные варианты идти искать и поддерживать вроде анархии либертарианство и я не схожу надолго попался попалась это видео я не просто сидят жалуются на плохого царя ничего не разрабатывает никаких планов кроме вот такого какого-то непонятного бунта который ничего не изменитесь не если он же схему не поменяет так то есть закапывают закапывают протест в гроб хоронят это к это меня огорчает на самом деле модераторы делают цензуру просто вот за крик критику дружескую конструктивную критику но их дело в общем то ладно и но любых не только меня любого человека любых там приходит человек спрашивает например какой-то неудобный вопрос все рот ему затыкают то же самое все как бандитское государство здесь вот кусочек видите я появился это первое ничего здесь нету контрреволюционного просто я считаю чиновник не спасет от чиновников что непонятного если человек был чиновником и сейчас себя ведет как чиновник если даже он назвался революционером по сути то он ведет себя как чиновник вот здесь они заблокировали до этого человека серия кастана он писал что-то какие-то вопросы обычные никакой ругани ничего не было ну и где-то в стримах он заходил сидит молчит спокойно себя ведет но неудобный вопрос значит рот затыкать здесь это не нужно так дальше идет идет свои какие-то переговорчики они подтирают так где-то там еще и разок написал не вижу а вот вот сообщение что у вас цензура спросил что бедняку рот затыкают ну и все на время там заблокировали меня описать я и не хочу дальше так и 100 сразу они начинают спрашивать где ты чтобы чтоб тебе рот заткнуть или избить или убить у них есть фамилии бандитов настоящих которые губернатор и прокуроры но их там нету да потому что они не революционеры маленького простого человека типа его же легко найти да и так можно найти на самом деле но ладно такие ужимки так ну и все в общем чем не описать ничего им написать нельзя никакой вопрос только можно поддакивать совершенно бессмысленную массу собирают бездумно так естественно я просто перестал писать этот человек серик стана стана тоже перестал писать а никаких здесь плохих людей я не заметил вообще которые вы просто ругались там всех вас объем или что такое нет ничего нету так еще вот смотрите эти революционеры говорят контакты людей но все вот этот mail.ru они видны спецслужбам карты к спецслужбы контролируют это сбербанком принадлежит эта структура в москве находится телефоны естественно тоже вайбер тоже telegram запрос сигнал не знаю то есть все ваши данные тут же лежат у спецслужб это вот ребята так делают вот эти практически все ваши данные выдают на этом все спасибо до свидания будьте истинным революционером